Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Тургар, и первое слово я предоставляю Айе. Все глаза проглядела, влюбилась в тебя, говорят, как кошка, такими чертами тебя наделила. Сам чувствуешь, что изменился к лучшему за последнее время. Это ее любовь тебя хранит, а сердца, которые ты находишь в покоях, ее свадебные подарки тебе. Скажи ей за это спасибо. Только когда будешь говорить ей спасибо, младший, будь очень осторожен, потому что у меня для тебя неожиданная новость. Держись крепче, дух, упадешь. Тебе интересно, что это за праздник такой был у братьев? Тебя туда вроде не пригласили. А знаешь почему? На своей оргии братья решали, кому предназначить новорожденную. И торжественно постановили отдать Оле одному из вернувшихся палачей. Ну что, дух, дала я тебе пищу для размышлений. Наставникам привет, младший. И вот только, друзья, сейчас вы должны были узнать как раз-таки, что это за праздник, что там происходит и что вообще братья отмечают. Но я вам, конечно же, рассказал пораньше эту всю историю, чтобы вы понимали все происходящие события и чтобы особо не скучали. Сказала она это все с таким вот злорадством, с какой-то насмешкой, да, друзья? То есть, ну, такой у нее характер, что поделать? А теперь, скорее всего, друзья, я перемотаю игру на один цикл. То есть, сейчас я в основном буду выращивать деревья, собирать цвет. Все это вы уже видели, и я думаю, вам это уже будет довольно скучно смотреть. Поэтому, друзья, встретимся уже ближе к четвертой главе. Что ж, цвет собран, сады засеяны, ловушки установлены, и мы все, друзья, в ожидании новой главы. Сейчас у нас 15-й цикл, а конец уже 15-го цикла остается всего лишь 6 секунд. Поэтому, друзья, давайте подождем немножечко. И посмотрим еще, какой цвет у нас родится в промежутке в этот раз. Серебро, ну, это очень полезно. Сирень, неплохо. Изумруд, шикарно. Лазурь. Хорошо, в принципе, хорошо. У тебя не получается. Ты не успеваешь. Они все задерживают тебя. Сестры опутали тебя паутиной лжи и завлекли их в свои тенеты. Братья отбирают у тебя цвет и разоряют твои болотна. Они не дадут тебе выбрать. Что же мне еще сделать? Как еще я могу тебе помочь? Возьми весь мой цвет. Вот. Я отдаю его тебе. Я все равно больше так не могу. Вырвись наверх. Вспомни, как там ослепительно светит солнце. Если 20 сердец ты уже растворил, ступай в тот покой, в колодец. Попробуй. Там ты откроешь свое последнее сердце. Будет больно. Но только ты вытерпи эту боль. Если достигнешь Туркора, ты сможешь совершить все. Прощай, мой мир. И торопись. Время уходит. Жизнь заканчивается слишком быстро. Глава четвертая. Сметение. Тот, кто отказался от света, растворяется в холоде. Тихая смерть сестры опрокинула представление о том, как устроен мир. Кто по доброй воле отдаст другому свой цвет? Что может быть страшнее, чем смерть внутри смерти? В промежутке не отдают. Это табу. Самопожертвование. Слово, которого здесь не знают. Но не то, что такой поступок возможен, вселила в сестер и братьев панический страх. Не это, но предчувствие того, что теперь невозможно иначе. Итак, друзья, вот с таких вот у нас ужасных событий начинается новая глава. Сестра из теплицы погибает. Да даже не просто погибает. Она фактически жертвует собой. Отдает нам весь свой цвет, чтобы мы смогли прорваться наверх. Но понимаете, в чем вся необычность данной ситуации? Понимаете, в этом мире действительно о самопожертвовании не знают просто никто. Ни братья, ни сестры. Это вообще слово, как будто бы не существует в этом мире. Никто не хочет расставаться с жизнью. Ни братья, ни сестры. Все хотят света, все хотят чего-то. Но только не покончить с собой. Этим, друзья, как раз таки и удивительны данные события. Никто не ожидал. И, конечно же, промежуток содрогнулся от данного события. Но мы должны сходить сейчас и навестить нашу сестру. Это мой подарок тебе. Прости меня. Я отказалась от своего цвета. Мне он больше не пригодится. Больше я ничем не смогу тебе помочь. Ты уже раскрыл всевозможные сердца? Если так, может быть, как раз столько цвета тебе не хватает для Турга. Это мой подарок тебе. И не думай, что я ушла для тебя. Я просто слишком устала. И вы посмотрите, друзья, сколько цвета, сколько цвета нам дарит сестра из теплицы. Она упоминает также фразу, что, возможно, она и ушла-то не для нас. И это, возможно, действительно так. Существует очень интересная теория на этот счет. То, что сестра из теплицы, она тоже очень хитрым планом пользуется. На самом деле, она не полностью умерла. Ее можно еще воскресить, друзья. И даже вознести ее наверх. Поэтому не пугайтесь. И, возможно, это ее, друзья, такой небольшой план. Есть такая теория, что она специально тоже видит то, что мы, ну, пытаемся, ну, не очень-то и пытаемся как-то выбраться отсюда. Поэтому она жертвует собой, чтобы в будущем мы смогли снова ее воскресить и вознести наверх. Ну, я, честно говоря, не очень-то верю в этот план. Мне действительно кажется то, что вот она из таких сестер, которая действительно отдала свою жизнь ради того, чтобы мы смогли выбраться отсюда. Ну, я, по крайней мере, в это верю. У меня, видимо, добрая такая душа. И, конечно же, она отдает нам кучу-кучу цвета для того, чтобы мы смогли прорваться, наполниться до состояния тургора и прорваться вновь к верхнему пределу. Ну, и для начала, друзья, сейчас мы соберем весь, конечно же, этот цвет. Он нам очень пригодится. Там начинается крайне интересная глава, глава смятения, когда не знаешь, кто твой враг, кто твой друг, все в замешательстве приходят от такого события. Но, я думаю, вы больше дальше сами узнаете. А пока что мы просто соберем эти остатки цвета, которые здесь просто огромные. Ух ты, ух ты, ух ты, стой. А, ну, я, наверное, уже потерял, друзья. Наверное, я уже не смогу догнать его. Да, он уже укатился слишком далеко. Так, нужно посмотреть, что нам убрать. У нас слишком много пурпура. Знаете, сегодня, друзья, такой план, что, скорее всего, я пойду кормить сегодня Юну. То есть, у меня слишком много уже лазури, слишком много янтаря. То есть, нужно что-то делать. Даже вне зависимости от того, что Патриарх здесь, нужно уже начинать кого-то кормить. Потому что мы просто зря тратим время в большинстве своем уже. Поэтому нужно что-то уже делать. То есть, не просто так ходить по промежутку. Для начала соберем здесь все нам нужное. Конечно, еще очень много серебра здесь уродилось. Так. Так, так, так. Вот, в принципе, почему, друзья, я вам не хотел еще сегодня, как бы, серию показывать, как я собираю цвет, выращиваю новые деревья. Потому что было бы слишком, друзья, много сбора в этой серии. Поэтому я решил, вы заскучаете совсем. Поэтому сейчас мы немножечко пособираем. Ух ты, е-мое, сколько всего, да? Спасибо тебе огромное, сестра из теплицы. На самом деле, шикарный подарок на прощание. Но, к сожалению, мы еще далеки от Тургора. Очень далеки, друзья. Нам пока что это слово только в мечтах может слышаться. Так, вот не знаю. А, ну да, стой. Блин, а, ну вот что я творю, скажите мне. Так нельзя поступать вообще-то. Только цвет зря теряю. Ну, даже не цвет, а он впитывается. Ведь, друзья, в промежуток вот все эти потерянные капли цвета, которые я упускаю, они же все впитываются. И только нам от этого хуже получается. Так, что тут еще? Ну, конечно, у меня места на все не хватит. Пора растить это все. Так, вот там мне хватит все. Серебра, серебра-то. Ну, вообще, мне важнее золото, друзья, знаете. Да, действительно, чтобы кормить сестру, конечно, нужно золото. Я очень надеюсь, что золота мне хватит. Так, еще 16. Хорошо. Такая радость только цвета собирать. И вот, друзья, именно поэтому у нее были заполнены все сердца. Действительно, задавали мне такой вопрос, а почему она не прорвалась наверх, если у нее столько цвета было, да, столько сердец. Не знаю, возможно, из-за ее характера. Возможно, и так. То есть, возможно, она не совсем-то и хотела туда. Она специально вот нас выхаживала, оберегала. Думаю, из-за этого. И тут, друзья, есть еще один подарок совершенно уникальный. Это сердце. Еще одно. Перекати поле. Такой знак создает наземную гончую, оживляя мертвые корни. Ожившее гончие катится вперед в поисках живого существа. Можно толкнуть голема в нужную сторону, изменив направление его движения. Если голем видит живое существо, он устремляется к нему, принимая его за хозяина. При столкновении разрывается и гибнет, обжигая существо своим цветом. Чем больше цвета вложено в гончую, тем дальше она видит и тем больше ущерб наносит при столкновении. Он направляется к врагу. Но, как и говорил, друзья, сестра не умерла. И если вы начнете оживлять вот это вот дерево, друзья, вы поймете, что сестра все-таки живая. И вот, видимо, какая-то часть души попала в это дерево. И вы все еще сможете вознести сестру из теплицы, если она вам очень понравилась. То есть, вы, конечно же, сможете это сделать. Так, а мы-то собираем все остальное. Конечно, многие не одобрят ее поступок сейчас. Но я не хочу, друзья, просто сейчас забегать вперед, да, рассказывать вам лишнее. Вроде как все собрали, и пора нам и честь знать. Так, здесь все я собираю. Цвета много. И, наверное, сразу же мы, друзья, отправимся к Юне. Познакомимся сегодня с новой сестрой. Такс, такс, такс. О, сколько всего. Это надо все действительно сейчас проращивать. Как-то делать все это, потому что слишком много всего, друзья, у нас слишком много. Такс, и, наверное, еще и янтаря. Надеюсь, Патриарх не слишком будет возражать нашему приходу. А куда я золото положу, скажите мне? А, не подумал, да я? А, хотя вот здесь, да, место будет у нас, если что. Ладно. Так, а золото есть у меня 150-то хотя бы? 154, отлично. Так, жонглер, видимо, знаете, меня уже раза три посетили братьям. Я уже столько цвета истратил на эту ловушку там, 125 единиц которой. Это кошмар какой-то. Я уже устал отбиваться от них, честное слово. Так надоели они мне. Так, отправляемся, друзья, к Юни, действительно. А, чтобы использовать-то мне ни то, ни другое бы не охота. Ну, ладно. Так, это сейчас мы все собираем. Еще одна очень интересная сестра. Ну, хотя здесь все довольно интересные, поэтому трудно как-то принижать остальных неохота. Красная Юна. Она была служанкой той самой Ани. Говорят, она до сих пор слышит ее голос в реле кипящих плавил. Юна тебя и просит нас. Юна и Юна. Она просто сделает так, что ты будешь вынужден вознести ее ради успокоения и собственной совести. Ну, что ж, друзья, вот она, Юна. То есть, сестра очень четко охарактеризовала ее одной просто фразой. То есть, ей пятки прибей к земле, она руки там прибьет к небесам в надежде, что разорвется возле лодыжек. То есть, эта сестра, она одна из самых целеустремленных. Ну, сейчас вы с ней, конечно, познакомитесь, а потом я расскажу немножко о характере ее. Так, сразу же вставим золото. Так, вокуда я его вставлю? А, да, я же оставил сердце. Все правильно. Не паникуй. Так, а тут-то я куда? Так, а тут... А, вот. Судьбой тебе назначена, Оля. Но лучше бы это была я. Потому что тебе нужно знать правду, брат мой. А правда в том, что все вокруг такое, как оно есть, застывшее, безжизненное, безнадежное, из-за тебя. Этот огонь пожирает мое тело из-за тебя. Этот голод, который еще мучительнее огня из-за тебя. Ты виноват в том, что они мучаются и голодают. В том, что они родились здесь. В том, что они прикованы. Но я открою тебе правду. Мне все равно, кого из нас ты выберешь. Знаю, что не меня. Но ты узнаешь мятежное откровение. Две самые прекрасные сестры уже ушли от нас навсегда. Но если ты услышишь меня, их гибель будет не напрасной. Ты твердо знаешь, что тебе делать теперь. Итак, вот так вот, друзья, нас встречает Юна. То есть, сразу же обвиняю во всех грехах, которые фактически обрушились на этот мир. То есть, из-за тебя пожирает меня этот огонь. Из-за тебя все сестры страдают. То есть, все из-за тебя. На самом деле, у нее совершенно уникальное сочетание цветов. Это лазурь и это пурпур. Да, вообще, совершенно уникальное. Но на самом деле, здесь все логично, друзья. Смотрите, лазурь, прежде всего, дает, да, страдания. Ну, вы видите по ней. Она явно, ну, может, получает удовольствие. Я не в курсе на самом деле. Во-вторых, она дает ей скорость и целеустремленность. То есть, двигаться к цели. А пурпур как раз-таки придает ей вот эту, даже не ярость, а, наверное, волю, скорее всего, вот волю. Двигаться вперед, достигать новых целей. Ну, и, конечно же, силу. Силу, огромную силу, конечно же. И вот, совмещая два цвета, получается такой, знаете, праведник. Действительно праведник. По-моему, да, сестра вам рассказала, то, что как раз-таки Юна, она была служанкой Инно. И даже сейчас она якобы слышит ее вот в огне. Ее голоса. Такс, давайте-ка покормим ее, друзья. Патриарх будет возражать. Вот, стопроцентно он будет. Но что поделать, нам нужно уже что-то делать хотя бы. Ну, наверное, сегодня будем сражаться тогда с Патриархом. Хотя цвета не очень много на это. Ну, ладно. Так, ладно. Там, допустим, половинку пурпура и половинку лазури стратим, да? Чтобы как-то по-честному было. Хотя, сомневаюсь, что так получится. Наверное, даже не получится, да? Такая музычка здесь еще. Так, отлично. И сейчас лазури попробуем. Немножечко. Что бы у нас было, чем вообще воевать с Патриархом хотя бы. То так сразу же это нехорошо. Так, ну что у нас? Так, ладно. А, это пропустить нельзя? По-моему, всегда можно было танец пропустить сестер, но... Ладно, молимся. Или, видимо, хватило. Интересно. Точно хватило, друзья. Знаешь ли ты, что такое предел? И понимаешь ли ты, что это такое жизнь? Отсутствие жизни — это не смерть. Смерти нет. Отсутствие жизни, которой мы жаждем, — это просто существование. Все, что движется, движется только по вертикали. Это маршрут с вершений. Это дорога духа. Вертикаль пределов. Есть только верх и низ. Так все устроено во Вселенной. Верх и низ существуют всегда и везде. Это и есть истинная роза ветров, общая для всех способов существования. Способов этих существует множество. И всегда один над другим. И он всегда под другим. И чем выше предел, тем больше у него права называться жизнью. Именно в этой системе координат существует и живет человек. Она вот как раз таки вам, друзья, немножечко рассказывает вот про вертикаль пределов, вот про эту теорию. А потом я как раз таки отдельно посвящу серию, где я вам расскажу об этих теориях. Но вы сейчас даже уже можете как бы выдвигать свои тоже предположения на этот счет. Обсуждать, конечно же, совершенно спокойно. Ну и она довольно как бы понятно поясняет, в чем заключается эта теория. Так, а еще, друзья, я хотел вообще поговорить как бы с ней что ли. Кстати, вот если вы не ходили к Элли, то как раз таки она даст вам сердце соводом. Ну-ка, интересно, сейчас даст, я вот не помню. Если я просто так поговорю. Ну-ка, даже у меня этот знак начнет получаться. Тебе придется действовать, хоть это и запрещено под страхом пытки. Тебе уже известно, что каждое сердце это знание. Цвет любит, когда с ним умеют обращаться. И охотней стремиться в тебя. Цвет нельзя тратить грубо. Им нужно рисовать себе путь. Если знаешь как, цвет тратится не так быстро. Знак непременно запомни. Овод. Знак создает из воздушных пыли на зойливого голема. Он сопровождает создателя до тех пор, как тот не отгонит его капли цвета. Потревоженный голем отлетает прочь от создателя. При столкновении разрывается и гибнет, обжигая цель освободившимся цветом. Чем больше цвета вложено в голема, тем больше ущерб он наносит при столкновении. Я просто подумал, возможно она даст какое-то рандомное тогда сердце взамен. Но нет. Тот же самый овод, как бы, по-моему, никаких сердец нам тогда и не добавилось. Печально, печально, печально. Так, ладно, друзья. Пока что хватит с нее. Вот здесь, правда, у нее моделька какая-то, но не очень, но она смотрит на вот этот святой огонь. И у нее почему-то здесь, как же это называется-то, блин, забыл. Ну, вы поняли, да, для сбивания, по-моему, там, яиц и так далее. Я, на самом деле, не понимаю, на что любит готовить или в чем прикол вот этой штуковине, лежащей рядом с ней. На самом деле, мне непонятно. Как же называли эту вещь, блин? Я только что хотел сказать, но забыл. Ладно. Ну, вообще, посмотрите на покои, да, шикарный тоже покой ей сделали здесь. А вот эти светильники, друзья, они мне очень напоминают Морутопию. Вот очень. Помните термитник, да? Где горели эти светильники? То есть, по-моему, то же самое. Так, и скорее всего, сейчас Патриарх будет очень недоволен нами. И нам придется ее защищать. Ну, может, пронесет, а? Может, Патриарх сегодня нас так вот пожалеет. И завтра подеремся, потому что сегодня что-то я немножечко устал. И траться неохота мне. Так, золото уберем. Так, это соберем. Все, что там лишнее осталось. Так, лазури хватит. Так, еще давайте серебро проращивать. Так как дерево нам нужно серебряное, хотя бы одно-то вырастить будет. Так, так, так. Ну, конечно же, Патриарх идет. Ну, вот как знал. Хе-хе-хе-хе-хе. Как знал. Сердце опустело. Младший, как смеешь ты Разбращать чужих сестер. Ты так усердно обогащаешь их, что это уже нельзя принимать за простую небрежность. Что тебе от них нужно? О чем ты говоришь с ними? Чего добиваешься? Не испытывай наше терпение. Иначе твои избранницы будут мертвы. А ты сам жестоко наказан. Я, как бы, друзья, сделал это осмысленно уже, потому что, ну, понимаете, с Патриархом уже диалогов не будет. То есть он, в принципе, нам все сказал основное больше. Ничего интересного он нам не расскажет. Но, поэтому мы, наверное, с ним сразимся сейчас. Так, а что... А! У меня аж цикл не закончился. И он немножко выкачал опять из нее. Вот как всегда. Ладно, приготовились. А, диалоги слишком громко, наверное, будут. Опять. Ну, вы хотя бы молитвы послушайте. Ладно, хотя бы послушайте. Местные молитвы. Вообще, друзья, я просто расскажу тактику. А дальше я, наверное, немножечко помолчу. Чтобы вы послушали звуки битвы и так далее. Вообще, тактика, друзья, такая. Битвы с Патриархом нужно держаться именно на средней дистанции. То есть не на ближней, потому что вблизи он вас неплохо так изобьет. Не на дальней. На дальней, друзья, он метает очень неприятные диски. Поэтому нужно держаться как раз таки на средней дистанции с ним. Что мы и будем делать. Так, ну он крайне быстрый, кстати. Не смотрите то, что он на коляске. Он вообще, конечно, там может вам фору дать еще. Так, там что-то я сейчас посмотрю, что вообще нам нужно. Лишнее, конечно, стоило бы убрать вообще. Так, нужна скорость. Определенно, друзья, в битве с Патриархом нужна скорость. Как это ни странно, как я уже заметил. То есть скорость нужна. Нужна защита, скорее всего, будет. Но надеемся, что и без нее справимся. Так, защита. Тут, тут. А какое у него там основное сердце? Я не посмотрел, кстати. Какой там цвет-то нужен для борьбы с ним. Так, и ярость, конечно. Я думал, ярости-то у меня куча. И так здесь в сердце оказалось нет. Так. Можно, в принципе, драться с помощью как раз таки перекати поля. То есть тоже вариант такой. Так. Так, 50, 50, 50. Да, все по 50. Серебро, да ладно. Основное сердце. Ну, это вообще не честно, друзья. Это жульничество, на самом деле. У меня серебра-то. А, 113, ну ладно. Тогда спасемся. Нормально. Как раз оставим. Ладно, погнали. А, золота у меня мало. Непокорного. В битве с противником. Так, нормально. Держимся, друзья, на средней дистанции. Так, видите, он, в принципе, он, он могет, я вам говорю. Так, 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 так. Наблюдавший за мной. Ну, он довольно легкий, друзья, противник, поэтому... Можно еще, друзья, оживлять вот эти камни. Но пропадет. Молот его упадет. Сейчас увидите, зачем они нужны. Волос его смолкнет. Так. Не достал. Так, а какой там? Причиняющий рак. Давай же, камень, помогай мне. Свет карателей и пророк. Камушек. Так, он, по идее, должен на голову ему накинуться. Сейчас увидите, надеюсь, что... Ну, он, кстати, всегда так медленно прыгает, то есть он не может захватить его. Так, лучше, конечно, в деревьях его запирать. И видите, вот это среднее колесо. На самом деле, это не колесо, друзья, это диски, которые он метает. Может, покажу вам, если получится. Так, да что ж такое-то? Так. Что ж этот камень ничего не делает? Камень, давай, накидывайся. А, диски, смотрите, вот металл. А, нет, это он ускоряется. А, вот, видите, друзья, на него напал камень, и сейчас... Ну, конечно, он не вовремя напал на него, потому что у него сейчас серебро в основном идет. Он на спину ему, короче, накатился. Так, ну, давай же серебро. Так, сейчас серебром немножечко ударим его. Ну, неудачно, не совсем удачно. Вообще, посмотрим на арену, да? Так, ой, далеко отошел. Так, а возможно, он сейчас как раз-таки, друзья, и пустит диски. А, нет. Не захотел. Помоги покарать непокорного. В битве с противником... Ну, давай же, одно серебро, так медленно идет еще. Лукавым, неведомым. Помоги мне. Обманом хитростью, чившийся правду, могу одолеть. Погиб. Вы в это верите, друзья? Наблюдавший за мной, желавший найти мою слабость, ослепнет. Цвет его пропадет, молот его упадет, голос его смолкнет. Прикольная молитва. О, и одно серебро. Ладно, черт с тобой, патриарх. Ты мне надоел, и мне надоело кружить уже. Так, конечно, нечестно вообще игра поступила. Серебро один из самых, конечно, редких здесь цветов. И... Так, еще даже мало тебе, да? По ходу дела. По покрови. Выступающему как меч. Ну там лазурь идет, кстати. Может лазурь подождем, кстати. Сейчас немножечко осталось. Несущему смерть. Мне. Внимающему тебе. Внемли. Так. Врага. Так, сейчас побольше лазурь вложим. В пучину страдать. Так, отлично. Ввергни. Причиняя ему мучения. Раскрывая его изнутри. Медли. Остается только серебром. Да воз... Пожелать... Ой-ой-ой. Чуть, конечно, не попали. У него, друзья, очень мощный этот удар. Смом... И все. Готов. Вот такой вот, друзья, патриарх. Сейчас, правда, чтобы цветов у нас хватило. Нормально. К сожалению, пришлось убить. Он, конечно, бы сказал еще одну прикольную фразу в игре. Но, ладно, я решил его немножечко пораньше. Собираем цвет оставшийся. Очень много слушать он накрал в покоях-то. Вот и все. Жалко, но ничего не поделать. Ладно, друзья, в принципе, на этом мы заканчиваем нашу серию. В следующей серии мы будем дальше разбираться в смятении. Всем спасибо, друзья, кто смотрелся. Я был Теслер. Увидимся в следующей серии. Эх, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok